Всем привет! С вами Вера Алёхна. 17 мая в Ночном Клубе 69 состоится чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. И сегодня у нас в гостях еще одна прекрасная участница этого конкурса. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Элина Гуменюк. Мне 28 лет и я из Рига, Латвия. Элина, расскажи, пожалуйста, как начиналось твое увлечение фитнесом и последующее решение принять участие в этом соревновании? Это было 4 года назад. Я первый раз пришла в клуб ВФ1 на степ-аэробику и увидела тренера Марию Дексу. Она мне понравилась, я к ней подошла, я сказала, я хочу такое же тело, как у тебя. И она мне сказала, тогда нам надо Элина в зал. И с того момента я занимаюсь и постепенно уже пришла форму ту, которую я хочу. А как решила в конкурсе? В конкурсе я решила участвовать. Это когда, наверное, в 2012-м проходили такие первые бикини. Это были IFBB. И я увидела, как в ВФ1 клубе там позируют и готовились девушки. То есть это твой не первый конкурс? Нет, нет, не первый. Я тогда начинала подготовку и я усердно все-все-все уже все решила, буду выступать. И тогда я узнала, что я беременна. И потом, когда я родила, тогда я уже начала готовить на осень. И я выступила. Это были мои первые соревнования. А это уже какие площадки? Это будут вторые. Вторые, да, если вы говорите. Ты кроме спорта работаешь же где-то, правильно? Хобби у тебя, может, какие-то есть? Да, я работаю. Я работаю в салоне красоты. Я парикмахер-стилист. Это моя как бы и основная работа, и это мое хобби. И мое хобби второе – это фитнес. То есть я стараюсь все совмещать вместе, чтобы была и любимая работа, и любимое дело, и хобби. Расскажи, пожалуйста, про свой стиль одежды. Что ты предпочитаешь в повседневной жизни? Какой-то casual или спортивный стиль, или каблучки? Вообще, если честно, Вера, то я предпочитаю и свободный, и больше такой парадный официальный. Как бы на работу я хожу всегда одета красиво, потому что я работаю с людьми, я работаю в очень престижном месте. И я не могу себе позволить, как бы, приходить как бы так. Но на самом деле я очень люблю спортивный, свободный стиль. И очень люблю, как жалко, что у нас нет действительно качественных спортивных магазинов в Риге. Это, например, как магазины, там, бразильские одежды, там, леггинсы, там, джамп-суит. У нас такого нету, поэтому все, что есть возможность, я заказываю с интернета. Расскажи, пожалуйста, про свою диету. Ведь она наверняка у тебя присутствует. Да, у меня присутствует диета. С месяца февраля уже как. Постепенно все снимается, и на данный момент у меня осталась любимая курица, яйца, рыба. С зеленой салат и листья, и огурец, и вода, и кофе, и все. Так как проходят твои тренировки? Может быть, какие-то специальные упражнения ты делаешь, какие-то топ-3 твоих упражнений? Мои топ-3 любимых упражнения – это присед со свободным весом, дельты, передний, средний, задний и спина. Это мои топовые, которые я как бы сейчас тоже делаю перед подготовкой, но это мои самые любимые. Для тебя в конкурсе важна победа или просто участие и ничего более? Победа не главное. Ты знаешь, если я тебе скажу не победа, я тебе совру, потому что я целенаправленно шла на этот конкурс, чтобы не победить. Я хочу, чтобы представить Латвию как насыщающую категорию. Это моя цель. То есть остальные годы, моменты, это была Литовка, которая все время первые места завоевывала. Ну да, мне хочется, чтобы, хочется, ну, тройку, да, вот, чтобы была Латвия, да, 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 ну, уже доставочка. Хватит, мы тоже можем. Вот, и это одна из целей, и, конечно же, это духовный рост, это физический рост, потому что без соревнований, ну, нельзя отточить свою форму настолько, ну, просто, ну, превосходно, ну, невозможно. Элина, может быть, ты можешь нам сказать, почему жюри должно выбрать именно тебя? Да, могу, потому что по мне присутствует и женственность, и рельефность, и мышечность. И это то, что я хочу показать, что это возможно совместить эти все вещи в одном, и что это красиво, и этого не надо бояться, и что можно это показать людям. Так, как ты оценишь свои шансы на победу? Чем будешь удивлять жюри? Шансы, шансы, я думаю, есть у каждой девушки, и это нормально, и буду удивлять своей энергией, буду захватывать весь зал. Я хочу на сцене глистать. Я хочу, чтобы вот, когда меня увидели, чтобы это плода. Да, вот, вот она. Это то, что я хочу показать. Купальник какого у тебя будет? Уже все подготовлено? Купальник, да, все подготовлено. У купальника были очень много этапов. Я вначале его заказывала на американском сайте, без камней. А потом я докупала камни. То есть у меня времени обклеивать его не было. Это мне помогала делать мама. Ушло 3000 камней. То есть основа фиолетового, но он весь белых камня. Чтобы, когда на сцену выходишь, чтобы, ну, просто... Я должна знать, что у меня единственный такой купальник. Больше никого нет. Он должен быть яркий, четкий, но он просто должен быть вау. И последний вопрос, Ильина. Что бы ты хотела пожелать остальным участницам этого конкурса? Просушиться от души. И доработать то, что не доработано. Потому что времени осталось очень мало. И на сцене будет видно все. Жюри не обманешь. Спасибо тебе большое. Субтитры создавал DimaTorzok